— Евреи, оккупанты! — говорит мне парнишка в футболке с надписью «Освободите Палестину». — В 67-м году одни отняли у арабов землю. — А я скажу, больше того, — отвечаю я, — они были оккупантами даже до этого. — Да, — говорит он, — в 48-м они создали этот свой Израиль. — Да и раньше, — говорю я, — громадная волна евреев приехала туда еще в начале 20-го века. — Да, — говорит он, — нахалы! Да и до этого, в 15-м веке, после инквизиции, была массовая эмиграция евреев из Испании на святую землю. — Правильно, эти евреи всегда были оккупантами! А в 7-м веке они даже восстали против Ираклия и поставили еврея губернатором Иерусалима. Да и до новой эры то римляне имели с этими евреями проблемы, то вавилоняне. — Ох уж эти евреи! — говорит мой собеседник. Даже в самой Торе евреи признаются, что отобрали эту землю местного населения. После Египта они пришли и завоевали ее. А отчего они туда пришли? Два века до этого, перед порабощением в Египте, их предки там жили. Этот Авраам жил в Месопотамии и тут вдруг переехал в землю Израиля. — Здрасте, я ваша тетя! Так что оккупация территории Израиля евреями — это уже старая проблема. Они ее оккупируют уже четыре тысячи лет. А у кого евреи отняли эту землю тысячелетия назад? Давайте начнем с самого начала. У Ноаха, то есть Ноя, было три сына. Шема, он поселился на Ближнем Востоке, и от него пошли семитские народы. Шем — семиты, это персы, арабы, евреи и так далее. Хам поселился в Африке, и от него пошли чернокожие народы. И Иофет разместился в Европе. Земля Израиля находится на Ближнем Востоке, то есть на территории Шема. Но незадолго до того, как Авраам переехал туда из Месопотамии, она была завоевана у семитов африканскими племенами, и поэтому она называлась тогда земля Ханаанская. Ханаан — это сын Хама, отца чернокожих. Авраам, приехав туда, купил у Ханаанцев город Хеврон и Близлежащую долину. Ханаанцы не были семитами, но они не были антисемитами. Евреи жили там в мире со своими соседями, пока не попали в Египет. После освобождения из египетского рабства евреи вернулись на землю предков. И вот тут уже был военный конфликт. Африканские племена уже обосновались на семитской земле и не хотели возвращения евреев. Представьте себе картину, когда евреи возвращались из концлагрей после Второй мировой войны, как их встречали в местном населении. И тогда евреи должны были завоевывать землю свою отцов, что они сделали, и потом построили там свое еврейское государство. Но на территории современного сектора Газа продолжало жить чернокожее племя палестим, филистимляне, или на современной терминологии палестинцы. У них с евреями всегда была масса стычек. Когда полторы тысячи лет спустя римляне завоевали Иудею, они хотели стереть память о евреях с лица земли в прямом смысле этого слова. Поэтому не хотели называть эту территорию Израиль. И на карте ее название было заменено близлежащей Палестиной. Так являются ли евреи оккупантами? Конечно. Евреи оккупируют эту землю уже четыре тысячи лет. У кого евреи отняли эту землю? У чернокожих племен, которые до этого отняли ее у семитских народов. А кто такие палестинцы? Палестинцы, которые исторически жили рядом со Святой Землей, это африканское племя. Сегодня, если вы слышали термин «палестинцы», то ими называли арабов, то есть семитов. Понятно, что они не имеют никакой ни этнической, ни культурной связи с прежними палестинцами, которые описаны в Библии. Когда вам кто-то говорит о современном палестинском народе семитского происхождения, спросите, кто был первым королем или президентом этих семитских палестинцев? У них никогда не было ни первого, ни последнего короля или президента. В каком году появилось их государство? Оно не появлялось. Его не было в истории человечества. Назовите хотя бы один год или один день за всю историю мироздания, когда семитские палестинцы имели юрисдикцию в этом регионе. Никогда. Термин «палестинский народ» в отношении семитского населения появился только в 1980-х годах. Так кто у кого отнял землю? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...